МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Этот фильм посвящен технологии составления успешного резюме. Вы узнаете, что такое резюме, зачем оно нужно и как составить то резюме, которое поможет вам найти подходящую работу. Чтобы получить желаемую работу, нужно успешно пройти интервью и произвести положительное впечатление на своего будущего работодателя. Важно знать, как правильно держаться, как выглядеть и что говорить. Интервью – это цель. Если вас пригласили на собеседование, это уже здорово. Значит, вас посчитали потенциальным кандидатом на вакантную должность. Однако у вас должно быть такое резюме, которое настолько бы понравилось вашему возможному работодателю, чтобы он захотел встретиться с вами лично. Многие часто относятся к написанию резюме как пустой формальности, не придавая ему большого значения, а потом искренне удивляются веленеце отказов. Особые качества? Люблю котиков. Серьезно? Люблю котиков – это особые качества? Грамматические и орфографические ошибки? Думаю, что возьмут кого-то с более грамотным резюме. Итак, что же такое резюме, из каких частей оно состоит и как с его помощью получить предложение от работодателя? Есть такая рекрутерская байка, что рекрутер принимает решение о том, подходит кандидат или нет, интересно резюме или нет, за 7 секунд. Если резюме неинтересно и не зацепило взгляд рекрутера, резюме идет в корзину. Резюме для нас, для дела ВЧАРа – это краткая информация о кандидате. И резюме для нас – это отражение прошлого, настоящего кандидата и будущего, как мы будем с ним работать. А теперь рассмотрим каждый из необходимых разделов подробно. Начинать резюме нужно с личной информации. Следует указать фамилию, имя, отчество. Следующим этапом вы указываете ваши контактные данные, номера телефонов с возможным временем звонка и электронной почтой. Таким образом, у работодателя будет возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный вариант связи с вами. Далее вы указываете ваш адрес, достаточно указать только улицу и ближайшую станцию метро, ваш возраст, семейное положение и наличие детей. Важным вопросом является размещать или не размещать фотографию в своем резюме. Мои рекомендации. Стоит действовать по ситуации, потому что фотография является важнейшим фактором формирования первого впечатления, то есть решение приглашать вас на работу или нет может быть принято на основании понравилась ваша фотография или не понравилась. А такие важные аспекты, как профессиональное образование, профессиональный опыт работы, будут рассмотрены во вторую очередь. Поэтому фотографию стоит размещать, если это является существенным фактором к искомой должности или требованиям работодателя. При размещении фотографии вы должны учесть, что второго шанса произвести первое впечатление у вас не будет. Поэтому фотографию стоит выбирать аккуратную, желательно в деловой обстановке. Фотографии с отдыха и рыбалки не будут являться вашим преимуществом. С чего стоит начать? Первое. Как вас зовут? Если вы молодой человек, лучше не писать имя отчества. Это выглядит не очень современно. Если вам до 45 и вам комфортно, лучше так и назвать себя. Фамилия, имя. Меня зовут Юлия Сахарова. Игоревна, не обязательно. Желательно писать возраст. Желательно писать телефон. Я бы рекомендовала скорее мобильный телефон и обязательно электронную почту. Укажите, по какому каналу связи с вами лучше связаться и в какой промежуток времени. Можно звонить по мобильному телефону с 19 до 22. Бывает, что работодатель, не видя такого ограничения, звонит вам прямо в рабочее время, а вы в это время работаете неловко. Ситуация сложная. По поводу фотографии. Масса очень интересных, веселых историй связана с фотографиями в резюме. Что бы я посоветовала? Фотографию обязательно делать. Фотография должна быть не совсем такая, как на паспорт, но все-таки это вот такой формат. Не нужно сниматься за столом в уголке офиса, не нужно сниматься в полный рост, не нужно сниматься на пляже. Все-таки поиск работы – это такая обычная, простая деловая коммуникация. Поэтому чем типичнее в хорошем смысле слова вы будете, тем проще вас будет опознать как адекватного потенциального кандидата. Одним из основных пунктов резюме должна быть позиция цель, то есть, собственно, то, ради чего данный документ составляется. В этом пункте необходимо указать ту вакансию, на которую вы претендуете, либо должность, которую вы хотели бы получить, либо профессию, по которой вы ищите работу. В этом пункте лучше избегать каких-то общих фраз, типа «ищу интересную работу с перспективой карьерного роста», потому что представление об интересной работе и о карьерном росте у каждого свое. Если вы специалист, который в равной степени владеет разными профессиями, например, там и швец, и жнец, и надудей, и грец, то в вашем случае лучше составить три разных документа, в котором вы бы расставляли акценты в соответствии с каждым из этих направлений. Для швеца один, для жнеца другой, для греца третий. Потому что грамотно сформулированная цель экономит время работодателя и позволяет ему сразу отметить соответствие заявленной цели и имеющейся квалификации, то есть ваших притязаний и ваших возможностей. Очень важно в резюме отражать ту должность, которую вы хотите занимать. Если это позиция директора магазина, важно, чтобы она была указана полноценно. Если это позиция директора по логистике, аналогично, важно, чтобы это было указано полноценно. Зачастую сейчас мы находим резюме, в котором отражено уже несколько должностей, на которые бы хотел занимать кандидат. При этом эти должности разнополярные в специальности. Важно, чтобы эти должности отражали хотя бы одну сферу, для того, чтобы мы понимали, в какой сфере этот человек уже является экспертом. Когда вы пишете цель своего резюме, то есть на какую вакансию вы себя позиционируете и предлагаете, очень рекомендую писать максимально четко и ясно. Например, менеджер по продажам, менеджер по персоналу, оператор колл-центра, секретарь-референт, инженер-технолог. То есть не нужно писать обтекаемых слов, которые вызывают раздражение и вносят путаницу в мозг человека, который подбирает и смотрит резюме. Деловой контакт, он краткий, в первую очередь. Итак, опыт работы. Это, пожалуй, основной раздел любого резюме. Но при этом, каким бы грандиозным ни был ваш профессиональный стаж, не следует расписывать его на три листа. Желательно, чтобы все резюме в целом занимало один лист. И ни при каких обстоятельствах резюме не должно быть больше двух листов. Существует несколько видов разных резюме, но, пожалуй, самым оптимальным является комбинезнение. Комбинированное резюме. В нем указывается ваш опыт работы, желательно за последние 10 лет, не больше. Опыт работы идет в фронологическом порядке, начиная с последнего места работы. И обязательно указываются ваши профессиональные навыки, обязанности, которые вы выполняли, и профессиональные достижения. Итак, для описания вашего трудового опыта вы должны указать период работы, название фирмы, ее местонахождение и профиль деятельности, название занимаемой должности, перечислить должностные обязанности и указать список ваших профессиональных достижений. Что необходимо учитывать при описании вашего опыта работы? Не посылайте одно и то же резюме на разные должности. Корректируйте ваш послужной список, исходя из заинтересовавшей вас вакансии. Например, если вас заинтересовала вакансия менеджера по персоналу, то сделайте акцент в должностных обязанностях именно на обязанности менеджера. А если вы хотите послать резюме на вакансию кадрового работника, то сделайте акцент на должностных обязанностях именно специалиста по кадрам. Не указывайте в резюме ложных данных. Старайтесь не включать в резюме информацию, которая не имеет отношения к данной вакансии. Например, если вы претендуете на должность автослесаря, то нет необходимости указывать опыт работы дворником. Но при этом следите, чтобы в вашем резюме не было больших перерывов в работе. Такие перерывы в работе, как и частая смена работодателей, могут негативно сказаться на первом и, пожалуй, единственном впечатлении от вашего резюме. В резюме можно и даже нужно указывать ваш неофициальный опыт работы. Главное, чтобы он имел отношение к заинтересовавшей вас вакансии, и чтобы в случае необходимости вы могли его подтвердить, например, трудовым договором или рекомендательными письмами. При перечислении ваших должностных обязанностей и профессиональных достижений не используйте абстрактные, обтекаемые фразы. Пишите конкретные данные и конкретную информацию. Например, вместо фразы «увеличение клиентской базы» лучше написать «увеличение клиентской базы с 500 до 1000 клиентов». Многим выпускникам кажется, что им совершенно нечего писать в своем резюме, но это не так. Вы можете указать там свою производственную практику, если она имеет отношение к заинтересовавшей вас вакансии. И даже если у вас был необходимый опыт работы всего несколько месяцев, его тоже можно указать. Очень важно, чтобы кандидат соответствовал тому возрасту, на который должность он претендует. Это также облегчит поиски работодателя в идеальном резюме. Важным разделом резюме является раздел «Образование». Здесь необходимо указать то учебное заведение, которое вы оканчивали. А указать год поступления, год окончания, специальность, квалификацию, которую вы получили. Как дополнительную информацию здесь же можно указать аттестаты и дипломы, которые могут повысить ваш статус в глазах работодателя. А вот семинары, курсы, тренинги, которые вы проходили как повышение квалификации, стоит указывать в разделе «Дополнительная информация». Но здесь необходимо уточнить, что данную информацию можно указывать только тогда, когда она имеет непосредственное отношение к выбранной вами вакансии. Надо сказать, что раздел «Образование» для молодых специалистов является ведущим, поскольку у многих еще отсутствует опыт практической работы, либо этот опыт незначителен. Поэтому необходимо этому разделу уделить особое внимание. При выборе кандидата мы в основном опираемся на опыт работы, который он уже получил. Но также мы обращаем внимание на то образование, которое у него есть. Для нас образование – это индикатор обучаемости и целеустремленности кандидата. Эта часть резюме является факультативной. С одной стороны, она не обязательная, ее можно не указывать вообще. Но с другой стороны, она может показать вашу индивидуальность. Это то место, где вы можете ее проявить. Но будьте очень осторожны, потому что своей индивидуальностью можно отпугнуть работодателя. Что касается дополнительных навыков. Чаще всего там указываются особенности владения персональным компьютером, знания иностранных языков, водительское удостоверение, если есть необходимый загранпаспорт. Владение персональным компьютером. Чаще всего пишут пользователь или опытный пользователь. Мы рекомендуем более конкретно и подробно написать, какими программами вы владеете. Если программ много, значит, каким комплексом программ вы владеете. Личные качества. Выберите 2-3 личных качества, которые максимально характеризуют вас положительно для того, чтобы занять предполагаемую должность. Например, бухгалтер. Что для бухгалтера важно? Для бухгалтера важна внимательность и ответственность. Очень популярная вакансия – менеджер по продажам. Вот там должна быть как раз-таки активность – это раз. Стрессоустойчивость – это два. Для секретаря иногда важна презентабельная внешность. Я думаю, что вы это читали. Следующая часть – это рекомендации. Не нужно сдавать все явки и пароли. Это лишнее. То есть, когда вы отправляете резюме, вы еще не знаете, кому вы его отправляете. И поэтому писать фамилия, имя, отчество, занимаемую должность, адрес, телефон, явки, пароли – не нужно. Это защита персональных данных. Вы же не знаете, каким образом человек, получивший это резюме, как он ими воспользуется. Поэтому существует совершенно замечательная, чудесная фраза – рекомендации и необходимые документы, подтверждающие профессиональный уровень, готов предоставить по требованию. Этого достаточно, если эти рекомендации у вас присутствуют. Если их нет, то вы можете этот пункт не указывать совсем. Иногда работодатели просят написать хобби. Будьте с этим очень осторожны, потому что здесь стереотипы никто еще не отменял. По поводу самого резюме и его отправки. Когда вы составляете резюме, обязательно это делайте исключительно в формате Word, потому что все остальные форматы могут быть очень неудобны для менеджера по персоналу, во-первых. Во-вторых, могут просто не открыться. И ваше резюме уйдет в корзину. И когда вы прикрепляете свое резюме к сопроводительному письму, название файла не должно быть резюме, потому что таких файлов море, и они безликие. Файл называйте своей фамилией и конкретно на какую должность вы претендуете. Ну, например, Иванов Иван Иванович, менеджер по продажам. И отправляете. Так HR будет проще его дифференцировать, и потом в дальнейшем, просмотрев, его положить в нужную папку и достать в необходимый момент. Это облегчайте жизнь тому человеку, к которому вы обращаетесь, и он будет вам за это благодарен. Часто ругаются работодатели, что в резюме, особенно молодых специалистов, встречается большое количество грамматических ошибок либо описок. Это нехорошо. Есть такие менеджеры по персоналу, которые предупреждены такой степени, что если они видят одну, вторую, третью грамматическую ошибку, резюме тоже может пойти в мусорную корзину, и собеседование не состоится. Поэтому максимальное внимание необходимо уделить грамотности. Не надо писать резюме за 15 минут, как я и говорила, 2 часа потратьте на него, либо в ордовском файле дома, либо на работном сайте. Вычитайте каждое слово. Проверьте всю грамотность, проверьте запятые, и после этого можно нажимать кнопочку «Опубликовать резюме». Не стоит писать о своих мечтах, о планах по изменению человечества, потому что, опять-таки, это выходит за рамки той деловой коммуникации, в которой вы находитесь. Я еще раз возвращаюсь к цели, которой служит резюме. Цель – это описание, кто вы как профессионал и кто вы как личность в работе. И максимально сжатое, четко и доходчиво показать это в виде визитной карточки, в виде резюме работодателю. И если там написано узнаваемые вещи, циферные вещи, четкие и краткие, и ясно обозначена цель, что вы хотите от этого контакта, то шансы на то, что вас пригласят на собеседование высоки. Идеальное резюме – это когда работодатель может быстро оценить того кандидата, на которого он может пригласить на интервью. Должны быть обязательно полноценные данные, должна быть идеальная фотография, должна быть та должность, которая сейчас и на сегодняшний день интересует работодателя. И обязательно должна быть лаконичная самопрезентация, где работодатель может понять, готов ли он сегодня или завтра с вами встретиться. Краткая информация о резюме. Любое грамотное резюме должно состоять из определенного набора обязательных блоков. Блок первый – контактная и личная информация. Как меня зовут, сколько мне лет, личная фотография в строгом деловом стиле, контакты, по которым со мной можно связаться, электронная почта, телефон, время, удобное для звонка. Блок второй – какая цель, какая вакансия, для того, чтобы работодатель понимал, на какую должность вы претендуете. Блок третий – опыт работы. Где и кем вы работали, как продолжительно, какие обязанности вы выполняли, какие достижения у вас есть. Все желательно четко, кратко, в цифрах. Блок четвертый – образование. Здесь необходимо упомянуть вузы, в которых вы учились, название специальностей, а также модулю и те образовательные программы, которые вы проходили. И последний, пятый блок – дополнительная информация. Ключевые сведения о личных качествах, о профессиональных навыках. Здесь можно сделать выжимку. То, что вы считаете наиболее основными, важными моментами вашей компетенции, что характеризует вас, как подходящего на должность сотрудника. Итак, резюме написано. В нем есть все необходимые пять пунктов. Оно лаконичное и четкое. Лучше еще раз перечитать составленный документ и представить себя на месте работодателя. Если опыт и навыки соответствуют открытой должности, то, скорее всего, оно получит положительный отклик. А это верный признак успешного поиска работы. Я очень люблю резюме и очень люблю тему резюме. И на самом деле нельзя думать о том, что вы составили резюме, и это финальная точка. Ура! Уф! Ничего подобного. Если вы составили резюме, это начало славного карьерного пути. Спустя время, через год, через полтора, через два, вы вернетесь к этому резюме, добавите новый опыт работы, добавите новые достижения, новые ключевые навыки, которые получены, новое образование. И это резюме, оно продолжит развиваться вместе с вашей карьерой. Желаю всем успеха! На сегодняшний день рынок достаточно большой, и каждый человек может найти себе ту работу, на которой ему было бы комфортно работать. Я желаю каждому из вас найти работу вашей мечты. Удачи вам в поиске работы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok